Фирменные футболки и фото с кумирами. Этот открытый урок начался с громких и лестных высказываний местных школьников в адрес, с их слов, самой лучшей команды страны – Бобруйской Белшине. Она классная, играет хорошо очень. Белшина – моя любимая команда. Они мне очень нравятся, они классные. Их голы 5-4 было. Они очень классные, забивают голы всегда. Они очень крутые, гуляют, мне нравится, как они гуляют. Пока спортсмены разминались, группа поддержки разворачивала плакаты и повторяла кричалки. Представители клуба пояснили – традиции подобных мастер-классов уже три года. Выбор счастливчиков не случайен. Всегда это самые преданные болельщики красно-черных. 15-я школа, в частности, она посещает в новом сезоне все матчи наши, и поэтому выступили с инициативой съездить и провести открытый урок по футболу, чтобы как-то вознаградить, отблагодарить. Техника против Азарта. В команде профессионалов всего 5 человек. У соперников минимум 6. На воротах Самюэль. Защитник недавно получил травму и сегодня отражает атаки школьников. Приятно, у меня дети, но видишь, как они все радуются. Мне самому приятно, как они к нам. Это уже такое вау, я не представляю. Видите, как они вообще тут прыгают везде, они очень радуются, мне кажется. Азарт юных участников мини-турнира по футболу подогрели еще в начале встречи пропущенным голом в ворота Белшины. Забил 11-летний Артур. На камеру мальчик признался, было сложно, но таких эмоций от игры он еще никогда не испытывал. Они как бы повыше нас и сложнее навес делать или еще что-нибудь, но они очень быстро отбирают. Нам интересно с ними играть, потому что у них задор, они пытаются забрать этот мяч, бегают все вместе, поэтому непросто. За полтора часа спортсмены сыграли несколько коротких таймов, ведь желание показать свои навыки владения мячом было у каждого. На прощание, сувениры, автографы и до встречи на трибунах стадиона. Белшина неопоменима! Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.